Урок 1. Любимые блюда на завтрак. Анна, что вы ели на завтрак сегодня утром? У меня был тост с маслом и чашка чая. А ты? Я ел овсянку со свежими фруктами. Сытный и питательный. Звучит здорово. Добавляете ли вы что-то особенное в свою овсянку? Иногда я добавляю мед и орехи для дополнительного аромата и хруста. Ням, я люблю мед в своем чае. Он добавляет идеальную сладость. Конечно. Вы предпочитаете чай или кофе по утрам. Я точно любитель чая. Он успокаивающий и нежный. Я люблю кофе для дополнительного заряда энергии, но я также люблю чай. Какой ваш любимый сорт кофе? Я люблю хорошее капучино. Пена такая кремовая. Звучит восхитительно. Обычно я придерживаюсь травяных чаев. Травяные чаи – это здорово. Они и так успокаивают. Да, я люблю ромашку, особенно перед сном. Это мудрый выбор. Успокаивающий вечерний напиток может привести к улучшению сна. Конечно. Давайте скоро устроим свидание за завтраком, чтобы попробовать новые рецепты. Я участвую. Это будет веселое кулинарное приключение. Я думаю о более повседневных нарядах для повседневной носки. Отличный выбор. Повседневная одежда удобна и универсальна. Мне нужны новые туфли. Мои старые изнашиваются. Обувь необходима. Вы предпочитаете кроссовки или что-то более нарядное. Я люблю кроссовки. По ним так удобно ходить. Хороший выбор. Мне нравится иметь разнообразную обувь для разных случаев. В этом есть смысл. Надевать многослойные наряды легче с правильной обувью. Вы задумывались о том, где делать покупки. Я думаю о том, чтобы заглянуть в новый торговый центр в городе. Я слышал о ней много хорошего. Давайте пойдем вместе, если хотите. Да. Будет весело сделать покупки и после этого пообедать. Отлично. День шопинга звучит как взрыв. Урок 3. Здоровое питание. Анна, в последнее время я уделяю особое внимание здоровому питанию. Очень приятно слышать. Какие изменения вы внесли? Я стараюсь включать в свой рацион больше фруктов и овощей. Фантастика! Их качества действительно хорошие на местном рынке. Согласен. Свежие продукты имеют большое значение во вкусе. Какие овощи вам нравятся больше всего? Я люблю брокколи и болгарский перец. Они добавляют цвета блюдам. Это очень вкусно. Я большой поклонник шпината и моркови. Шпинат такой универсальный. Добавляете ли вы его в смузи? Да. Это отличный способ украдкой набраться зелени. Я должен попробовать. Смузи. Это вкусный способ улучшить питание. Однозначно. Какие фрукты вы любите добавлять? Бананы и ягоды – это мой любимый продукт. Они сладкие и питательные. Идеальное сочетание. Давайте скоро проведем день здоровой кулинарии. Я участвую. Будет весело экспериментировать с новыми рецептами вместе. Анна, я планирую поездку в Таиланд. Ты можешь мне помочь. Конечно. Таиланд потрясающий. Что вы хотите знать? Мне любопытно, какие места лучше всего посетить. Есть предложение? Однозначно. Начать следует с Бангкока. Уличная еда просто невероятная. Я слышал об этом. Какое ваше любимое блюдо там попробовать? Я люблю Паттай. Это мост хэв. Вы когда-нибудь пробовали? Пока нет. Но мне не терпится это сделать. А как насчет культурных объектов? От Большого дворца захватывает дух. Вам понравится архитектура. Звучит фантастически. Легко ли передвигаться по городу? Да. BTS SkyTrain эффективен и доступен по цене. Отлично. Я также хочу исследовать некоторые острова. Есть ли какие-нибудь рекомендации? Капхи-пхи потрясающий. Пляжи шикарные. Я видел фотографии. Чем я могу там заняться? Популярны снорклинг и пешие прогулки. Виды захватывают дух. Звучит как приключение. Нужно ли бронировать все заранее? Это хорошая идея для жилья. Особенно в пик сезона. Спасибо за советы. Я сразу же начну планировать свой маршрут. Урок 5. Кофе в домашних условиях. Анна, вы когда-нибудь пробовали готовить кофе дома? Да. Я люблю варить свой собственный кофе. Это приносит удовлетворение. Какие методы вы используете? Мне любопытно, как лучше всего это сделать. Я обычно использую френч-пресс. Из него получается жирный кофе. Звучит интересно. Как вы его готовите? Просто добавьте кофе грубого помола и горячую воду, затем заваривайте. Как долго вы позволяете ему настояться? Минут 4. Затем нажмите на поршень. Я должен попробовать. Какие кофейные зерна вы рекомендуете? Свежеобжаренные бобы имеют большое значение. Ищите качество. Я буду помнить об этом. Добавляете ли вы что-то особенное в свой кофе? Иногда я добавляю немного ванили или немного корицы. Звучит восетительно. Я обычно пью свой черный. Урок 6. Положительное влияние. Анна, я очень рад оказать положительное влияние на индустрию. Это замечательно. На какой конкретно области вы сосредоточились? Я работаю над инициативами в области устойчивого развития. Это имеет решающее значение для нашего будущего. Конечно. Предприятия должны быть более экологически сознательными. Задумывались ли вы о том, какой вклад вы можете внести в устойчивое развитие? Я рассматриваю возможность продвижения программ по переработке отходов в нашем сообществе. Это отличная идея. Каждое маленькое усилие имеет значение. Точно. Образование является ключевым фактором. Люди должны понимать преимущества. Какие проекты вы уже начали? Я организую воркшоп по обсуждению устойчивых практик. Звучит многообещающе. Я буду рад помочь, если вам понадобятся волонтеры. Урок 7. Находки в комиссионном магазине. Привет. Анна, вы когда-нибудь были в комиссионном магазине? Да. Мне нравится просматривать их уникальные находки. Какое лучшее сокровище вы там нашли? Однажды я нашла винтажное платье, которое идеально подошло для вечеринки. Это потрясающе. В комиссионных магазинах могут быть скрытые жемчужины. Конечно. Вы можете найти все. От книг до мебели. Я слышал, что люди также заключают выгодные предложения на домашний декор. Да. Я украсила свою квартиру экономными вещами. Есть ли у вас какие-нибудь советы для тех, кто делает первые покупки? Наберитесь терпения и проверьте каждый раздел. Никогда не знаешь, что найдете. Хороший совет. Я обязательно посмотрю внимательно. И не стесняйтесь иногда договариваться о ценах. Это полезный совет. Я буду помнить об этом во время своего следующего визита. Урок 8. Основы спасательной шлюпки. Анна, знаете ли вы, что корабли теперь обязаны перевозить достаточное количество спасательных шлюпок? Правда. Это важная мера безопасности. Зачем это нужно? Это сделано для того, чтобы у всех пассажиров была возможность эвакуироваться в чрезвычайных ситуациях. В этом есть смысл. Были ли инциденты, которые привели к этому правилу? Да. Исторические катастрофы высветили необходимость в надлежащем оборудовании для обеспечения безопасности. О каких бедствиях вы говорите? Трагедия, Титаника – самый известный пример. Это изменило морское законодательство. Поразительно. Как такие мероприятия могут привести к улучшению правил безопасности? Именно. Все дело в том, чтобы учиться на прошлых ошибках. Считаете ли вы, что современные суда стали безопаснее? Определенно. Они имеют передовые технологии и строгие протоколы безопасности. Это успокаивает. Какие еще функции безопасности есть на судах в наши дни? Многие проводят учения по спасательным шлюкам перед отплытием, поэтому все знают, что делать. Мне это нравится. Это важно для готовности. А как насчет систем связи? На судах теперь улучшена связь в чрезвычайных ситуациях, например, при подаче сигналов бедствия. Это очень важно. Я чувствую себя в гораздо большей безопасности, зная, что эти меры действуют. Я тоже. Безопасность всегда должна быть главным приоритетом на воде. Урок 9. Раки и друзья Анна, вы когда-нибудь видели рака вблизи? Да, это очаровательные маленькие создания. Что вы находите в них интересным? Мне нравится, как они могут менять цвет. Они как будто устраивают шоу. Это правда. Вы когда-нибудь ловили такого? Нет, но я видел их в Азора с черепахами и змеями. Черепаха и водяная змея звучит как живая экосистема. Это действительно так. Каждое существо играет определенную роль в своей среде обитания. Точно. Они зависят друг от друга в плане баланса. Знаете ли вы, что некоторые раки могут жить несколько лет? Правда. Это впечатляет. Что они едят? Они все едны. Поэтому им нравятся растения и мелкие насекомые. Вот интересно. Природа так взаимосвязана. Вы когда-нибудь задумывались об изучении морской биологии? У меня есть. Исследование экосистем звучит как приключение. Давай скоро посетим местный аквариум и узнаем о них больше. Урок 10. Пути к поступлению в муниципальный колледж. Анна, знаете ли вы, что многие программы ведут непосредственно к работе в муниципальных колледжах? Да. Они являются отличным вариантом для получения практических навыков и быстрого вхождения в ряды рабочей силы. Какие программы вы считаете самыми популярными? Сестринское дело и кулинарное искусство однозначно пользуются большим спросом. В этом есть смысл. Эти сферы всегда нуждаются в квалифицированных специалистах. Кроме того, муниципальные колледжи часто более доступны, чем университеты. Именно. Это разумный выбор для многих студентов. Вы когда-нибудь задумывались о поступлении на программу там? Я думал о том, чтобы пройти курс программирования. Это ценный навык. Программирование. Это определенно отличный выбор. Технологии сейчас повсюду. А как насчет вас? Какие программы вас интересуют? Я занимаюсь графическим дизайном. Это так креативно. Звучит захватывающе. Давайте вместе рассмотрим некоторые варианты. Урок 11. Пляжная атмосфера. Анна. Как насчет того, чтобы мы скоро устроили пляжную вечеринку? Звучит фантастически. Каковы ваши планы на этот счет? Мы можем настроить несколько игр и наслаждаться солнцем. Отличная идея. Как насчет того, чтобы заказать торт для всех? Да, торт на пляжную тематику был бы идеальным. Есть ли на примете какие-нибудь вкусы? Я думаю, что кокос или ананас отлично подойдут к теме. Это отличный выбор. Также мы можем привезти тропические напитки. Конечно. Свежие фруктовые смузи были бы освежающими. И мы тоже можем играть музыку, вдохновленную пляжем. Отлично. Музыка всегда задает настроение. В какие игры мы должны играть? Волейбол просто необходим. Это весело и вовлекает всех. Я люблю волейбол. Мы также могли бы провести соревнования по замкам из песка. Это было бы смешно. Давайте сделаем этот день веселым. Урок 12. Будущее редактирование. Анна, вы видели, как продвинулись технологии редактирования в последнее время? Да, это революционно. Возможность так легко редактировать видео и изображение просто невероятна. Конечно. Мне нравится. Насколько удобным стало программное обеспечение. Это потрясающе. Даже новички теперь могут создавать профессионально выглядящий контент. Пробовали ли вы какие-то конкретные приложения для редактирования? Я использую Adobe Premiere. У него так много функций. Это отличный выбор. Я предпочитаю использовать Final Code Pro для своих проектов. И то, и другое отлично. Какие видео вы обычно редактируете? В основном влоги о путешествиях. Мне нравится демонстрировать разные культуры. Звучит захватывающе. Я бы с удовольствием посмотрел один из ваших влогов. Я могу выслать вам ссылку. Какие типы видео вы снимаете? Я сосредотачиваюсь на туториалах и проектах DIY. Делиться знаниями – это весело. Это потрясающе. Я думаю, что люди ценят получение новых навыков. Однозначно. Редактирование также позволяет нам творчески рассказывать истории. Да. Правильные правки действительно могут усилить эмоциональное воздействие. Согласна. Удивительно. Как несколько настроек могут изменить все. Давайте когда-нибудь поработаем над проектом. Урок 13. Покупка обуви. Анна, мне нужна новая пара обуви. Хотите помочь мне с выбором? Звучит весело. Какую обувь вы ищете? Я думаю о чем-то повседневном, но стильном. Хороший план. Мы можем найти идеальную пару вместе. Давайте посмотрим на этот новый магазин в центре города. Я слышу много хорошего. Отличная идея. У вас на примете есть цвет. Я рассматривал классический черный цвет или, может быть, что-то смелое, например, красный. Оба варианта отличные. Черный цвет универсален, а красный привлекает внимание. Именно. Мне нужна обувь, которую я могу носить в разных случаях. Задумывались ли вы о стиле, кроссовки или лоферы? Я думаю, что кроссовки были бы более удобными для ежедневной носки. Хороший выбор. Комфорт является ключевым фактором, особенно если вы много времени проводите на ногах. Верно. Я также хочу что-то, что обеспечивает хорошую поддержку. Давай обязательно проверим амортизацию и посадку, когда будем их примерять. Звучит как план. Я очень рад найти свою новую любимую пару. Урок 14. Управление отвлекающими факторами. Анна. В последнее время я изо всех сил пытаюсь отключиться от отвлекающих факторов. А ты? Я понимаю, Джон. Иногда все еще сложно сосредоточиться, особенно при таком шуме. Именно. Какие стратегии вы используете, чтобы лучше управлять своим временем? Я стараюсь ставить конкретные цели на каждый день. Это помогает мне не сбиваться с пути. Это умно. Я часто использую список дел. Вычеркивание вещей приносит удовлетворение. А, конечно. Я также выделяю время для перерывов на перезарядку. Хорошая идея. Перерывы действительно могут повысить производительность. Да. Я считаю, что быстрая ходьба или растяжка помогают очистить мой разум. Я должен попробовать. Есть ли у вас любимое место для прогулок? Рядом есть хороший парк с красивыми деревьями и дорожками. А ты? Я люблю гулять вдоль реки. Шум воды так успокаивает. Звучит мило. Природа действительно творит чудеса с нашим психическим состоянием. Это действительно так. Давайте возьмем на себя обязательство делать больше перерывов в течение наших рабочих дней. Урок 15. Особый момент. Анна, вы когда-нибудь были свидетелем трогательного момента на свадьбе? Да. Я помню, как жених взял за руку свою невесту, когда ее отец оставил ее там. Это такой прекрасный жест. Он символизирует поддержку и любовь. Точно. Это момент, наполненный эмоциями. Был ли у вас любимый момент на свадьбе? Мне нравились обеты. Некоторые пары становятся действительно творческими и личными. Они всегда запоминаются. Приятно видеть, как пары выражают свою любовь уникальным образом. Конечно. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, чего бы вы хотели от своих клятв? Да. Я бы хотел, чтобы они были искренними, возможно, немного юмористическими. Немного юмора может поднять настроение. Это делает момент еще более особенным. Однозначно. А хороший смех может оставить неизгладимое воспоминание. Говоря о воспоминаниях, храните ли вы какие-нибудь свадебные сувениры? У меня есть несколько карточек и фотографий. Они напоминают мне о тех особенных днях. Это прекрасно. Они как осязаемые воспоминания, которыми мы можем дорожить вечно. Урок 16. Тыквенные забавы. Анна, ты когда-нибудь вырезала тыкву на Хэллоуин? Да. Это так весело. Сначала отчерпываем семена овоща. Верно. А затем мы вырезаем отверстие сбоку, чтобы он выглядел так, как будто у него из глаза. Точно. Что вы обычно вырезаете? Классическое лицо или что-то креативное? Мне нравится заниматься творчеством. В прошлом году я сделал жуткого монстра. Звучит круто. Я часто выбираю глупый смайлик. Глупые рожица – это здорово. Они придают тыкве жизнерадостный вид. А тыквенные семечки вы поджариваете после. Из них получится вкусная закуска. Да. Я люблю приправленные тыквенные семечки. Они хрустящие и вкусные. Согласна. Это идеальный способ использовать каждую часть тыквы. Вы когда-нибудь пробовали добавлять специи в семена? Да. Немного паприки и соли придают им дополнительный аромат. Я должен попробовать. Какое ваше любимое блюдо, связанное с тыквой? Однозначно тыквенный пирог. Это классика. Особенно во время праздников. Ням. Я тоже люблю тыквенный суп. Такой сливочный и успокаивающий. Конечно. Это как теплое объятие в миске. У нас должен быть ужин в стиле тыквы. Звучит восхитительно. Давайте спланируем это в ближайшее время. Урок 17. Фитнес. Я занимаюсь сочетанием кардио и силовых тренировок. Как часто вы тренируетесь в неделю? Я стараюсь тренироваться примерно 4 раза в неделю, смешивая вещи. Это впечатляет. У вас есть любимая тренировка. Я люблю кататься на велосипеде. Это волнует и отлично подходит для выносливости. Езда на велосипеде – это весело. Мне нравится бегать, особенно на свежем воздухе. Звучит освежающе. Есть ли у вас предпочтительный маршрут для бега? Да. Мне нравится бегать вдоль реки. Пейзажи прекрасные. Звучит красиво. Я должен попробовать этот путь когда-нибудь. Определенно стоит. Это делает пробежку короче. Я всегда слушаю музыку во время тренировок. А ты? Я предпочитаю подкасты. Они держат меня в напряжении, пока я бегаю. Урок 18. Цена ненависти. Анна, вы когда-нибудь задумывались о том, как ненависть влияет на людей? Да. Это разрушительная эмоция. Это мешает людям раскрыть свой потенциал. Именно. Ненависть может лишить людей возможности и счастья. Это также создает цикл негатива и конфликтов. Как вы думаете, как мы можем разорвать этот круг? Содействие пониманию и сопереживанию может очень помочь. Да. Образование играет ключевую роль в воспитании и принятии. Важно с самого раннего возраста приучать детей к доброте и уважению. Конечно. Эти уроки могут сформировать более сострадательное будущее. Считаете ли вы, что социальные сети влияют на ненависть? Может. Но это также может быть платформой для позитивных изменений. Верно. Все дело в том, как мы решаем его использовать. Поощрение позитивного диалога в интернете может изменить ситуацию. Давайте сосредоточимся на распространении добра в наших собственных кругах. Определенно. Маленькие добрые поступки могут привести к большим переменам. Урок 19. Закуски в кино. Анна, не забудь о закусках на вечер кино. Конечно. Я возьму чипсы и попкорн, Джон. Отлично. Какие чипсы вам нравятся больше всего? Я люблю сметану и лук. А ты? Классические картофельные чипсы для меня. Они всегда пользуются успехом. Конечно. А попкорн просто необходим. Вы предпочитаете смазанный маслом или обычный? Определенно с маслом. Чем больше, тем веселее. Согласен. Может быть, стоит добавить немного конфет. Это отличная идея. Шоколад или мармеладные мишки? Я склоняюсь к мармеладным мишкам. Их весело есть. Хороший выбор. Они придают приятную жевательную текстуру. И они красочные. Придаёт столу с закусками праздничный вид. Именно. У нас будет идеальна закуска из фильма. Урок 20. Оставаться сосредоточенным. Голы. Есть ли какие-нибудь советы, как оставаться сосредоточенным и не отвлекаться? Анна. Да. Я считаю, что создание расписания действительно помогает, Джон. Это умно. Чёткий план поможет вам не сбиться с пути. Точно. Также я устанавливаю конкретные временные блоки для задач. Отличная идея. Это помогает эффективно управлять временем. В эти периоды я тоже ограничиваю использование телефона. Хороший звонок. Социальные сети могут сильно отвлекать. Конечно. А как насчёт перерывов? Я верю в короткие перерывы, чтобы перезарядить свой разум. Это очень важно. Это предотвращает выгорание и поддерживает производительность. Мне нравится использовать для этого технику помора. КОНЕЦ Продолжение следует...